поднимите руку кто любит путешествовать все так любят более-менее любят сегодня у нас тоже будет путешествие в одну из самых необычных стран это будет путешествие в страну своего сердца потому что это самая необычная страна и я попрошу всех вас сейчас нарисовать свое сердце но оно должно быть достаточно больших размеров как вы его нарисуете так вот но чтобы на лист вот так не рисуйте вот такой вот потому что там тоже это страна одним словом нарисуйте ее как страну на карте и так ваше сердце населено это государство оно населено у кого-то это такое очень густо населенная страна у кого-то это такая очень такая знаете как как нет казахстан это еще куда не шло это может быть такой как да как сахара или что-то какой-то климат у вас есть в этой стране да то есть это климат может быть очень такое вечная мерзлота может быть да может быть это у вас очень жаркий итальянский климат сюда может быть у вас такой вот резко континентальный значит кто живет в этом сердце значит в сердце у нас живут все те с кем у нас есть эмоция эмоциональные отношения то есть вот кому вы испытываете чувства и эмоции они живут в сердце это могут быть как позитивные так и негативные то есть на кого мы обижены они тоже живут сердце мы хотели бы выкинуть они не выкидываются вот то есть пожалуйста я не знаю что это там вам нужно будет вот как-то это изобразить значит вашем сердце значит вот я например нарисую условно сердце да значит в этом сердце но живу я то есть собственно говоря когда вы говорите я вы никогда не говорите я или не говорите там я за горить я так или вы говорите я нет но очевидно что вы говорите я то есть вы вы сами живете вот здесь вы житель вот отсюда то есть вы не нет а вот вы житель там поэтому нарисуйте себя сначала и теперь вам нужно будет нарисовать я вам дам для этого минут пять-семь значит вам нужно будет нарисовать всех жителей вашего сердца то есть и нарисовать с ними какие-то отношения то есть например есть я и есть например это условно это не мое это просто условно например у меня есть еще папа я чувствую что вот как бы следующий кто мне приходит на ум предположим я знаю что у меня с ним вообще очень такие теплые отношения и я себе это изображаю вот таким вот образом то есть течет энергия в обе стороны легко предположим у меня еще есть мама которая я чувствую что она с ней отношения она на меня вот прям вот ну как бы с ее стороны некоторое давление чувствую нам постоянно контролируют как-то и так далее то есть как вы это изобразить и чтобы это было вам понятно да то есть там например но у меня тоже к ней есть такое отношение потом предположим муж да я чувствую что у нас с ним вроде есть отношения но они какие-то вот такие как будто дистантные что ли как вот у нас с ним есть какая-то я не чувствую свободной энергии предположим да и я чувствую что он не все мне договаривает да и у меня с ним так вот я вот рисую вот предположим вот так вот я еще есть предположим брат а с братом не вообще испорченные отношения предположим то есть я рисую все тут у меня есть например друг вася у меня вообще с ним прекраснейшие отношения да мне еще тут дочь есть и то есть я рисую вот эту карту сердца тут у меня на выселках предположим тетя лиля есть я бы ее вообще хотела бы выселить за пределы сердца да значит не выселяется вообще да но она у меня есть я знаю и и и и и и и и